Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня я расскажу вам о шести важных нюансах техники для безопасного прогресса в таком упражнении, как становая тяга, дедлифт. Вы все знаете, что у меня грыжи и протрузии, и как я преодолел их, когда взялся за свое лечение самостоятельно, в то время как почти три года врачи лечили меня. Так что мне становилось все хуже и хуже. Я вам об этом уже не раз рассказывал. Но на сегодняшний момент я снова приседаю и тяну за 200. Не испытываю при этом проблем со спиной. К тому же я являюсь вратарем, играю в Америке и в хоккей. Так что там большие нагрузки на позвоночник, разные развороты, резкие движения. Но то, чем я занимаюсь, моя гимнастика, экстензии и гиперэкстензии, то, о чем я вам постоянно рассказываю и показываю, помогают мне жить полноценно и полноценно тренироваться. Да и травмы, которые я получил, не от упражнений были вовсе получены мною, не на тренировках. И мой опыт, а также опыт тех, кто прошел по моим стопам, показывает, что не в упражнениях дело. Становая тяга, приседания, выполняемые в идеальной технике, пусть и с большими весами, не являются причиной проблем и заболеваний позвоночника. Кому интересно узнать об этом поподробнее, советую прочесть мои статьи об истинных причинах проблем позвоночника, современных причинах, и о том, как я преодолел их и вернулся к тяжелым приседам и тягам. Сегодня поговорим о нюансах. Шесть нюансов в технике становой тяги, о которых редко говорят, но которые крайне важны, как для прогресса, так и для сохранения здоровья в целом. Ведь многие выполняют упражнения, а бы как, а потом грешат на его вредность и опасность, не понимая, что сами виноваты в своих травмах, проблемах. Давайте разбираться с некоторыми из них по порядку. Когда я говорю «идеальная техника», надеюсь, что вы все правильно меня понимаете. Да, у каждого человека она своя, из-за индивидуальных антропометрических особенностей строения нашего тела. Но нюансы, которые помогают каждому оставаться в безопасной зоне, выполнение упражнений одинаковы для всех, как законы. Первое, что я всегда замечаю, практически у 90% занимающихся, это неправильный подход к штанге. Да, начинать нужно именно с этого. Для занятия стартовой позиции необходимо грамотно подойти к штанге. Когда вы подходите к снаряду, гриф должен касаться ваших ног. Между ними не должно быть и сантиметра пространства. Я имею в виду между ногами и грифом. Если это игнорировать, то вы начнете движение уже с неправильной позиции, изначально поставив себя в невыгодное положение. Когда вес тела будет распределен неправильно. И колени будут мешать вам, как при подъеме. Я об этом уже не раз говорил в своих статьях и видео. Так и при опускании. Но люди до сих пор присылают вопрос, почему мешают колени, что при подъеме штанги, то и при ее опускании. Занятие неправильной стартовой позиции – это основная причина того, что ваши колени мешают вам при подъеме. И само движение у вас уже не будет заведомо технически верным и потенциально опасным. Если вы займете правильную позицию, то все нюансы, о которых мы говорили выше, будут нивелированы. И вы будете гарантированно уверены в том, что начинаете движение технически верно и безопасно. А вот теперь для тех, кто скажет, что различия в рычагах из-за индивидуальных антропометрических характеристик диктуют и разницу стартовой позиции, должен задуматься, что при том положении, когда вы касаетесь грифа ногами на старте, затем опускаете и отводите таз назад, как для приседаний, вы сможете, а точнее тело само скорректирует удобное положение для старта. Но сделать это возможно только когда гриф и ноги касаются друг друга. Просто поймите, что когда гриф не касается ног на старте движения, вы не будете уводить таз вниз и назад, что является залогом грамотного выполнения. А начнете уводить колени вперед, а это уже не имеет ничего общего с правильной и безопасной техникой. Второе. При подъеме штанги не старайтесь именно поднимать ее. Чтобы техника вышла технически безупречной, представьте, что вы уперлись ногами в пол. Хотите проломить его ногами, а не поднять штангу. Об этом знают лифтеры, но почти все билдеры не в курсе этого эффективного и, главное, безопасного нюанса. Представьте, что штанга приварена к полу, и вам необходимо проломить ногами пол, упираясь руками в штангу. Это, кстати, даст еще вам и хорошее правило не дергать штангу руками, о чем тоже я не раз говорю. Третий нюанс вытекает плавно из предыдущего и заключается в следующем. Вы наверняка видели, как глупые мамаши отдергивают своих непослушных детей. И большинство занимающихся точно так же пытается рвануть штангу с пола при подъеме, о чем я говорил чуть выше, что является большой ошибкой. Естественно, что при движении должно быть взрывным при старте движения. Но вот как оно должно осуществляться грамотно? Вы подошли к грифу вплотную, он касается ваших ног, увели таз назад и вниз, сделали глубокий вдох и, упершись руками в гриф, пытаетесь ногами проломить пол. Пока все то, что я говорил выше. Но не рывком, а плавно, накапливая потенциальную энергию, пока не произойдет отрыв штанги от пола. Все это должно быть быстро, но не рывком. Дергаясь как червяк на крючке, что показывают многие, вы только навредите себе. Вы должны аккумулировать энергию, подобно мощной пружине. Четвертое. Хоть это технически полностью и невозможно, но стараться необходимо, держа это в голове на этапе обучения техники, а я говорю о сведенных вместе лопатках, что позволит держать спину ровно в грудном отделе позвоночника. Что же касается прямой спины, то большинство и здесь недопонимают сути. Люди либо чрезмерно выгибаются в пояснице, либо круглят кругной отдел позвоночника, показывая стиль гадящей собаки. На самом деле, все как всегда просто. Спину нужно держать прямой, сохраняя все естественные прогибы и изгибы позвоночника. Только тогда вы страхуете себя от травм. Пятое. Это положение головы и шеи. Вы должны четко осознавать, что если вы наклоняете голову вперед или запрокидываете ее чрезмерно назад, это со стопроцентной гарантией приведет к тому, что и в поясничном отделе позвоночника произойдет изгиб, так как он связан с шейным отделом. Держите шею как естественное продолжение позвоночного столба, не отклоняя и не запрокидывая голову сильно назад. Тогда и с поясничным отделом не будет вопросов и проблем. Да и со всей техникой в целом. Не слушайте тех, кто советует, а таких много, запрокидывать голову назад. Это неправильно. И чревато травмой. Шестой нюанс. Касается как становой тяги, так и румынской тяги. Гриф на протяжении всего движения должен соприкасаться с ногами. Не отрываясь ни на каком участке амплитуды. Это очень важно для сохранения здоровья и поясничного отдела позвоночника. Еще пару советов для сохранения здоровья при становой тяге. Не используйте разнохват, если не собираетесь выступать на соревнованиях по пауэрлифтингу. Никогда. Не одевайте тяжелоатлетический пояс, если вы не выполняете в подходе меньше трех повторений. А меньше нам с вами и не нужно, и опасно. Можно использовать матерчатые пояса для сохранения тепла в пояснице. Никогда не работайте в становой тяге до отказа и не выполняйте рекордных попыток. Это замедлит прогресс в росте силовых показателей и чревато травмой. Минимум три повторения с одним повтором в запасе. Кстати, друзья, это же касается и приседаний. Всегда тщательно разминайтесь, выполняя как общую, так и специальную разминку. Не забывая, что экстензии спины входят в общую разминку, а гиперэкстензии входят в заминку. Друзья, в погоне за массой не забывайте о фундаменте здоровья, о крепких связках и сухожилиях, которые регламентируют рост массы и силы. И то, насколько безопасными и долгими будут наши с вами тренировочные годы. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. О море бесплатной информации по тренингу и питанию вы можете найти на моем сайте hmgym.ru, в моей открытой группе ВКонтакте и на моем видеоканале. А также подписывайтесь на мой инстаграм hmgym. Еще, друзья, по поводу моей закрытой группы. Это группа для тех, у кого нет времени или желания самостоятельно изучать все нюансы тренинга. Она как для парней, так и для девчонок, но не для новичков. В ней на каждую новую неделю дается новая программа тренинга, основанная на периодизации по типу различия мышечных волокон. Необходимо прокачивать все три типа. На силу, на массу и, конечно же, на выносливость. А также мы тренируем с вами и связки, и сухожилия, и все-все, что связано с процессом тренинга. Нас там уже 99 человек. Надеюсь, что вы будете следующим. Всем здоровья и счастья. Массы без жира. Ну что, дорогие друзья, бонусом сегодня будет специальная гимнастика для профилактики и лечения проблем с позвоночником. Особенно она актуальна тем, у кого проблемы с поясничным отделом позвоночника. Вы видите, с какими весами я сейчас работаю. Но многие из вас, конечно, знают, что у меня были сильнейшие боли. Почти три года врачи лечили меня, убивали своим лечением. Мне становилось только хуже. Пока я сам не взялся за свое здоровье. Я перелопатил огромное количество информации. И нашел упражнения в йоге на декомпрессию межпозвоночных дисков. Именно эту гимнастику вы сейчас и видите. Если у вас нет проблем с позвоночником, я настоятельно рекомендую делать ее утром и вечером. Как минимум. Займет это у вас очень небольшое время. Максимум пять минут. Но эффект колоссальный. Ваш позвоночник будет получать разгрузку, которую не получает. И которая ему просто необходима. Если же у вас есть боли, межпозвоночные грыжи, протрузии. Делайте данную гимнастику минимум три раза в день. Утром, вечером и в обед. Я делал эту гимнастику минимум пять раз в день, когда у меня были страшные боли. И уже через неделю мне стало легче. А вы читаете комментарии под моими видео. И мне в личку приходит огромное количество благодарности за данную гимнастику. Людям помогает она колоссально. Чем чаще вы ее будете делать, тем быстрее избавитесь от боли. Делайте ее сами. Пусть ваши близкие делают это. Дети ваши пусть делают это. Потому что данная гимнастика служит декомпрессией, повторюсь. Растягивая ваши позвонки. Вся наша жизнедеятельность, к сожалению, наоборот, компрессионно действует на позвоночник. И естественно, перегружает диски. Особенно современный стиль жизни, когда мы сидим подолгу и помногу. Просто необходимо давать разгрузку нашему позвоночнику. Что я вам настоятельно рекомендую делать. Это не сложно. Это просто. Это не мною изобретено. Это древняя практика йоги. Причем не та интерпретация ее, которую вы сейчас видите, встречаете в фитнес-клубах или еще где-то. Никакой чрезмерной нагрузки, никакого чрезмерного выкручивания суставов, сухожилий. Только полезный и эффективный результат. Не ленитесь. Выполняйте данную гимнастику и будет вам счастье и здоровье. Самое главное, вы сможете уберечь себя от травм. И если вы занимаетесь в тренажерном зале, вам просто необходимо, как воздух, выполнять данную гимнастику. Также полезно выполнять эти упражнения сразу после становой тяги и приседаний. И в конце тренировки. Естественно, чем здоровее будет ваше питание, тем здоровее будет результат. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока.